Начиная с 14 ноября городской департамент экономического развития и торговли ежедневно проводит мониторинг цен на продовольственные товары. О первых итогах этой работы руководитель департамента Владислав Зотов доложил на еженедельном рабочем совещании в городской администрации главе Самары Елене Лапушкиной. Наблюдался рост цен непосредственно на вермишель на 11%, масло сливочное на 9%, а также за этот период времени наблюдалось и уменьшение цены. Это крупа гречневая 38% и молоко пастеризованное снижение также мы наблюдаем на 27%. Цены сравниваются на сетевых и не сетевых торговых точках, на рынках, а также на городских ярмарках, на которых в основном стоимость продуктов ниже, чем в магазинах. Сейчас в городе работает одна сезонная ярмарка в поселке Мехзавод, еще несколько круглогодичных в Ленинском, Октябрьском, Куйбышевском и Железнодорожном районах, самая крупная из которых на пересечении Киевска и Тухачевского. Этот вид торговли пользуется большим спросом среди жителей, поэтому в следующем году планируется открытие еще нескольких муниципальных ярмарок. В следующем году рассматриваются пока две локации, это Мира-6 и революционная Метерева Карла Маркса. Работу в направлении развития ярмарочной торговой деятельности департаментом будет продолжена. На рабочем совещании подвели и итоги садово-дачных перевозок за 2021 год. За сезон с 1 мая по 31 октября было перевезено более 650 тысяч пассажиров. Это больше, чем в прошлом году, но все еще ниже до пандемийных показателей. В этом году, чтобы снизить риск заболевания коронавирусом, была изменена система оплаты проезда. На всех садово-дачных маршрутов нами жестко соблюдались требования по масочному режиму. Мы поменяли систему, значит, технологию оплаты проезда, то есть кондуктор обелечивал пассажиров непосредственно перед транспортным средством при наличии у пассажиров масок. В следующем году изменений в организации садово-дачных перевозок не планируется. На 29 существующих маршрутов также выйдут 57 автобусов средней и большой вместимости. Всего в городе 10 пунктов отправления этих маршрутов. Андрей Горгуленко, Василий Калдашов. События.